Добрый вечер всем, кто присоединился к нам на телеканале Видное ТВ. События нынешнего года показывают, что сфера медицины и здоровья весьма важна для каждого человека. И сейчас об этом и многом другом мы поговорим с нашими гостями. Главным врачом Видновской районной клинической больницы Бутаем Бутаевым и заместителем главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Еленой Зинатулиной. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Максим. К сожалению, в нынешней ситуации не все до конца понимают ее сложности и серьезность. Поэтому спасибо, что пригласили нас на эфир. Постараемся ответить на вопросы наших жителей. Ну и постараемся разъяснить и рассказать, как это все выглядит у нас в нашем Ленинском городском округе. Спасибо огромное, что пришли к нам на эфир. И, естественно, первый вопрос, который волнует, я думаю, всех жителей, это как обстоит ситуация с ковидом на территории Ленинского городского округа. Ну, ситуация с ковидом, конечно, остается достаточно напряженной. Сегодня это актуальная проблема в Ленинском городском округе. Количество зараженных ковид, инфекцией, как мы уже даем еженедельную статистику, мы видим, что оно увеличивается. Сегодня у нас число зараженных уже составляет более 4500 человек. За последнюю неделю их увеличилось на 300 человек. То есть идет рост. Это видно рост и с увеличением количества вызовов на дом. Реально болеет много. Мы в день получаем где-то около полутора тысяч, от 1000 до полутора тысяч вызовов на дом на обслуживание именно по клинике острой респираторной вирусной инфекции. Естественно, из этого числа люди выявляются с ковид-инфекцией. Дети, которые у нас сейчас находятся под наблюдением, это 67 детишек, которым подтвержден диагноз ковид. И около 500-600 человек, где-то контактных по ковиду именно среди детского населения. В основном, конечно, это взрослые. Контактных взрослых очень много. Их более уже около 4000 контактных. И амбулаторно у нас лечатся. Вот сейчас под наблюдением мы наблюдаем всех пациентов с ковид, подтвержденным диагнозом, 1500 человек. То есть это достаточно много. То есть мы видим, что рост даже больше, чем в первую волну, как мы говорили, весенний период. Сейчас намного сложнее ситуация в плане ковид-инфекции. Прежде чем мы продолжим, я хочу сказать нашим телезрителям, что на экранах своих телевизоров вы видите телефоны, по которым вы можете позвонить, задать свой вопрос. Оператор передаст мне его на компьютер, и я, соответственно, передам его нашим гостям. Очень частый вопрос, который задают зрители. Это уже как бы из тех, которые я буду их чередовать, наши подготовленные, и те, которые задавали в социальных сетях, когда мы опубликовали анонс нашего сегодняшнего эфира. Очень частый вопрос, который задают зрители. Когда больным показано КТ, а когда рентген? Ну, наверное, я отвечу на этот вопрос, потому что было выпущено много временных методических элементаций по лечению коронавирусной инфекции. Уже по девятой версии вышло. И во всех этих версиях одним из вспомогательных методов было написано по поводу лучевой диагностики. Это и рентгенография, и компьютерная томография. Конечно, я хочу сказать, что все вспомогательные методы все-таки не пациент назначает, а определяют все-таки лечащие врачи. И по федеральному закону нашему, 323 по охране здоровья граждан, все-таки все лабораторную диагностику, ультразвуковую диагностику, в том числе и рентгеноследовательные исследования определяют лечащие врачи показания. В первые, так скажем, первые дни заболевания, конечно, проявление ковид-пневмонии на КТ или на рентгене можно не увидеть. То есть это будет неинформативно. Поэтому мы всегда говорим, рекомендуем все-таки пациентам делать КТ, причем при ОРВЕ средней тяжести или тяжелом течении на 5-7 день, не раньше. А вообще в этих методических рекомендациях написано, что рекомендуют, что при ОРВЕ легкой степени вообще КТ в принципе не показано. Поэтому мы как бы и пациентам объясняем, чтобы не все думали, что КТ это такой метод диагностики, который стопроцентно устанавливает диагноз именно коронавирусная инфекция. Поэтому... Ну, наиболее информативный у нас КТ, чем рентген. Но все равно есть сроки, даже при начале заболевания, все равно есть сроки, в течение которых более целесообразно назначать КТ, как Елена Валентиновна говорит, это 5-7 день течения заболевания. Потому что, да, мы можем увидеть изменения и по симптомам, может быть, и температура, и недомогание и так далее. Но таких ярких признаков болезни, на КТ снимках мы можем не увидеть. У меня вот такой вопрос. Я по совместительству, кроме того, что веду сегодня прямой эфир, еще и ведущий новостей на этой неделе. И, соответственно, озвучивал одну из информашек, как мы их называем, из ВРКБ. И там была такая фраза. Свободных аппаратов ИВЛ нет. То есть, правильно я понимаю, что сейчас больница работает буквально на последних каких-то ресурсах? Как обстоит дело? Как работают? Как врачи себя чувствуют? Я вот что хотел спросить. С пациентами, да, понятно, сложно. Что с врачами? Ну, вы абсолютно правы. Как мы говорим уже, да, и мы докладываем еженедельно на оперативное совещание у головы. И на протяжении уже нескольких недель идет устойчивый рост. Он выражается не только в амбулаторном секторе, скажем так, но и в стационаре. Стационар действительно у нас он развернут на 476 коек. Напомню, он многопрофильный. В себя он включает такие профили, как чистая и гнойная хирургия, травматология, лор, кардиология, неврология, инсультная. То есть, достаточно большой спектр таких нозологий. Да, действительно, он практически полный. Мы открыли еще две недели назад, мы открыли так называемые койки долечивания, 100 койк. Это на базе УЦП, учебного центра профсоюза в поселке Дубровский. Значит, естественно, соблюдая все санпины и так далее, все, что необходимо было, чтобы организовать. Ну, то есть, чем он нам помогает? Тем, что мы на долечивание переводим из головного стационара, переводим в УЦП. И все равно, наравне с этим, все равно у нас имеется рост. Что касается, значит, реанимационных коек, да, вот в первую волну, так называемую, хотя все равно, значит, эти две волны не разделяются. Это мы можем расценить ситуацию нынешнюю, как та же самая волна, которая у нас сформировалась там весной этого года. У нас тогда было 40 коек реанимационных, то есть 10% от общего стационара. В этот раз у нас их 20 коек. Что касается ИВЛ, да, действительно, значит, поначалу у нас их не хватало, но сейчас мы полностью обеспечены аппаратами ИВЛ, значит, и их в достатке. Что касается занимаемых коек в реанимации, да, практически полно. 19 пациентов на 20 коеках, это на утро информация, из них на ИВЛ у нас 12 человек. Ну, что касается ИВЛ, то, или там пациентов, находящихся на ИВЛ, все-таки, как все врачи стационарные, все-таки стараются не доводить до этого. Есть еще, так называемый, неинвазивный ИВЛ, так называемый СИПА, пользуемся активно этой аппаратурой, чтобы не доводить, потому что очень тяжелый выход из этого. Что касается докторов, да, действительно, значит, у нас сейчас дефицита докторов в стационаре практически нет. Персонала нет, дефицита нет, то есть укомплектованы полностью. Причем мы изменили форму комплектации, значит, стационара, в отличие от весны. Сейчас у нас круглосуточно есть все специалисты, перечисленных на золобе, то есть это и хирурги и так далее, которые в круглосуточном режиме и в выходные дни оперируют, ну и так далее. Что касается врачей, да, ну, если в первую волну, значит, были какие-то сомнения, работать или нет, в первый раз, когда мы перепрофили, то в этот раз все идут абсолютно осознанно. Всем тяжело, всем понимаем, что тяжело, однако, значит, вот мы как администрация, я, в частности, постоянно говорю, выходите почаще, почаще выходите, отдохните. С СИЗОМ у нас проблем нет, тем более, что в данный момент у нас СИЗОМ немного разовые, и поэтому лучше, пускай лишний раз выйдут, сделать вдох, чем, значит, раздеваться и так далее, все-таки сделать какую-то передышку. Не просто, но все, значит, с чувством исполнено долго, значит, работают по своей профессии, по своей специальности, все осознанно и абсолютно добровольно. Тема эта грустная, я думаю, что очень многие люди благодарны врачам, и у нас есть, кстати, вот сюжет, который мы сняли с одним из пациентов, который, он сам признается, когда врачи его буквально достали с того света. Давайте его посмотрим. Юрий Николаевич Селин строго выполнял все предписания, соблюдал режим самоизоляции, носил перчатки и маску, но все же не смог избежать заражения коронавирусом. Обрадовался, что разрешили выйти на работу, неделю отработал добросовестно, в пятницу почувствовал себя плохо, в субботу пытались как-то поддержать организм, но состояние ухудшалось, рано утром, в воскресенье вызвали в больницу. Здоровье ухудшилось настолько, что пациента пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Сами врачи отмечают, что у больных с такой степенью тяжести заболевания очень часто исход бывает трагический. Удаётся вытаскивать тяжёлых пациентов, как, например, Юрия Анатольевича Селина, но, к сожалению, число выздоравливающихся пациентов после ИВЛ не так много. Селин Юрий Анатольевич – настоящий боец, что можно про него сказать. Он стойко переносил все тяготы болезни. Поверьте мне, очень тяжело физически, особенно психологически, находиться в реанимационном отделении. Заведующий отделением реанимации номер один ВРКБ Александр Плиев занят настолько, что смог дать нам интервью только дистанционно. Вспоминая отношения врачей, бывший пациент едва сдерживает волнение. Мы раньше много слушали о западной медицине, о том, как там внимательны, о том, как щепетильны врачи, насколько у них высокие достижения. Но то, что я встретил в Витнамской больнице, я говорю, меня просто шокировало. Настолько доброжелательно, настолько внимательно, что я просто удивлён. Это при том, что работать приходится в полном защитном облачении. Впрочем, недаром доктор назвал пациента настоящим борцом. Пять суток провёл Юрий Анатольевич на аппарате ИВЛ. При этой процедуре лицевая маска, так называемая, плотно прилегает к лицу. Маска практически въедается в кожу лица. Но Юрий Анатольевич только выдержал это испытание, назовём это так. Вот. Мало того, он находился в промпозиции, так называемой. Это когда пациент находится на животе практически всё время, 90% времени. При этой позиции лучше вентилируются задние отделы лёгких, которые значительно страдают при пневмониях, вызванных коронавирусной инфекцией. Говоря о тех днях между жизнью и смертью, Юрий Анатольевич сравнивает врачей с ангелами. Состояние организма было такое, что голова вроде была трезвая, а тело не слушалось. И вот руки этих белых ангелов, лиц которых я не видел и до сих пор не знаю, носили на руках, пеленали, кормили, всё. Это неписуемо. Сейчас самое тяжёлое позади. Юрий Анатольевич уже выписался из больницы и проходит курс реабилитации. Восстановительный период не затянется надолго. Но, к сожалению, в дальнейшем Юрий Анатольевич в группе риска по респираторным заболеваниям. И он должен быть тщательным и следить за своим здоровьем. А коллектив отделения реанимации номер один желает ему скорейшего восстановления. Поскольку при подобном тяжёлом течении болезни, как у Юрия Селина, процент выживших крайне мал, Юрий Анатольевич считает, что доктора сотворили настоящее чудо. Благодарю средства массовой информации за возможность сказать спасибо врачам. Потому что, как я уже говорил, я попал в руки ангелов. Сейчас Юрий Анатольевич мечтает о том, что когда закончатся эти сложные дни, он разыщет врачей, которые его лечили, чтобы, глядя в их лица, ещё раз поблагодарить их за этот подарок – жизнь. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Добрый вечер всем, кто присоединился к нам на телеканале Видное ТВ. Я повторю, что у нас сегодня прямой эфир с главным врачом Видновской районной клинической больницы Бутаевым и заместителем главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Еленой Зинатулиной. И пока мы смотрели этот позитивный сюжет, нам пришло несколько, во-первых, вопросов, во-вторых, ну, наверное, благодарности, скажем так. И прежде всего к нам дозвонилась Наталья Рящина, это председатель Ленинского отделения Всероссийского общества инвалидов. Она наш частый гость, и сейчас она, к сожалению, находится в больнице. Но просила передать вот такие слова. Хочу выразить слова благодарности 5-му инфекционному отделению хирургии, всему медперсоналу за внимание и заботу, профессионализм. Особые слова благодарности врачу Шерзоду Азизову и, конечно, руководству нашей больницы за то, что создали такой достойный коллектив профессионалов. Даже подпись с уважением и благодарностью Рящина Наталья Алексеевна. Спасибо. Здорово, но давайте, наверное, перейдем к вопросам, которые также нам задавали, в том числе и в сетях. Для наших зрителей я хочу сказать, что на своих экранах увидите телефоны, вы можете позвонить по ним и задать вопросы нашим гостям. Итак, следующий вопрос, также один из важных. Как записаться на тест на ковид? Давайте, наверное, отвечу на этот вопрос. Ну, как все уже знают, наши пациенты знают, есть два способа у нас лабораторной диагностики, да, ковид-инфекция, это ПЦР, это взятие МОСКО, и иммуноферментный анализ, это сдача на крови на антитела, где определяется иммуноглобулина М или G, и уже говорит о напряженности иммунитета к коронавирусной инфекции, перенес человек или болеет этой коронавирусом. Конечно, на антитела у нас именно запись на ЕФА открыта через нашу единую информационную систему, ЕМИАС, люди могут бесплатно, естественно, в рамках программы МОСКО записаться и прийти в поликлинику и сдать эту кровь на эти антитела. Запись открыта через портал госуслуг, через mosreg.ru, могут записаться и прийти. По поводу МОСКОВ, значит, уже мы с ноября месяца, с начала ноября, в начале действительности в октябре мы брали мазки только у тех, у которых были подтверждены ковид, обязательно берутся контрольные мазки на 10-12 день. Чтобы выписать пациента, получить нужно 2 отрицательных мазка. Брали контактным, который находится в контакте с данным пациентом ковид-инфекции, брали с пациентом с пневмониями мазок. Это, естественно, все на дому, ну или же в фильтре-боксе, который у нас расположен в детской поликлинике. С ноября месяца у нас немножечко ситуация изменилась, так как начался большой такой резкий-резкий прирост вообще пациентов с симптомами остро-респираторной вирусной инфекции. Мы организовали так называемые бригады. У нас есть бригады по неотложной медицинской помощи, которые тоже осуществляют взятие мазков, когда осуществляют оказание медицинской помощи на дому. Это наша неотложка, которая работает с 8 до 23.00 ежедневно и в праздничные выходные дни. Это наши фельдшера. У нас есть бригады именно инфекционные, это врачебные бригады. Как я уже выступала и до этого говорила, что нам пришлось часть врачей, участковых терапевтов, снять с плановых амбулаторных приемов и перевести вот в эти инфекционные бригады. Они обслуживают все первичные вызовы у пациентов, у которых имеется наличие респираторной инфекции и температуры, и тоже осуществляют забор мазков. Ну и у нас есть, конечно, вот эти сестринские бригады, которые выезжают на дом и берут мазки у пациентов уже с COVID-инфекцией, подтвержденной COVID-инфекцией, и у контактных. Поэтому мазки мы забираем. Забор большой. За неделю где-то берется около 2000 мазков. То есть в день в основном Ленинском городском округе около 2000, даже уже на этой неделе больше даже взяли. То есть мы реально их сейчас, учитывая, что берем всех практиксов РВИ, реально мазков много, забирается много, очень большой объем. Видимо, тогда следует ответить на другой вопрос. Почему так долго, пишет Валентина Ванова, почему так долго готовятся анализы на COVID-19? То есть, видимо, это взаимосвязано. Да, и контактных много. Да, контактных, вот сейчас я уже говорила, около 4000 контактных, которым обязательно надо взять мазок. Около 1500-1550 ковидных. Два раза надо взять мазок. Поэтому в день берется большое количество мазков. Естественно, эти мазки, мы, вот лично наша больница, у нас своей пока лаборатории нет, и мы эти мазки маршрутизируем в различные лаборатории. Это у нас и лаборатории Подольский КВД, и Коломна, и Королев, и, значит, это ЦМД лаборатория. Поэтому мазки отправляются ежедневно и в немаленьком, так скажем, количестве. Но так как лаборатории все сейчас во всей Московской области, и в Москве все перегружены, естественно, идет задержка в результатах анализов. Мы это, конечно, видим у нас очень активно. Сейчас в чат «Видное здоровье». Наши руководители общаются там со всеми пациентами и, конечно, предоставляют и сроки подготовки, когда результатом, кроме того, работает единый колл-центр нашей больницы, который тоже отвечает, смотрит в системе, и отвечает, появился результат или не появился. Ну, здесь как бы жители просим, конечно, сохранить, скажем, спокойствие, потому что результаты, действительность задерживаются не в течение коротких сроков, немножко задерживаются, потому что лаборатория очень перегруженная. Ну, я немножко бы добавил по этому поводу. Несмотря на то, что у нас есть государственные лаборатории, бесплатные, скажем так, мы еще и получаем субсидии для заключения договоров и контрактов с платными лабораториями, такой, как, например, ЦМД, она референтная лаборатория, которая не требует перепроверки этих анализов, которая сама проверяет. То есть это достаточно достоверный результат этих анализов. Но, и несмотря на то, что у него достаточно большой ресурс, и этого будет недостаточно, значит, довольно активно мы сейчас обсуждаем и работаем. Уже спроектировали, значит, организацию своей ПЦР-лаборатории на базе амбулатории. Значит, думаю, что в ближайшее время, ну, правда, к сожалению, значит, не так быстро будет поставлено оборудование, но думаю, что, ну, пару месяцев у нас точно будет своя лаборатория, которая нужна не только во время ковида, но и в обычной жизни, когда действительно нам приходится своих пациентов отправлять куда-то, либо в другой район, ну, а еще хуже, если я не иду делать это плакать. Еще один вопрос. Когда дети могут вернуться в школу, если у родителей подтвержден ковид, нужно ли им сдавать анализы и получать справку у педиатра? Ну, давайте тоже, наверное, отвечу я. Значит, конечно, дети должны быть на самоизоляции. Любое, значит, близкое, находящееся в контакте человек с подтвержденным ковидом уходит на 14 дней на самоизоляцию. Это прописано и в всех постановлениях санитарного главного врача, и в приказах наших. И дети не исключение, естественно. Поэтому дети, так же, как контактные, мы у них тоже берем мазки на 8-10 день, и если приходят результаты отрицательные, 14 дней, значит, они и сидят, и выходят потом в школу. То есть в любом случае они не выходят без результатов мазков в школу. И еще один крик души, наверное. Сегодня закрывала больничная полка 36а. Пришла в начале первого дня, ушла в начале седьмого вечера. Пришла без талона, так как талонов нет. Сначала принимали через одного с талоном и без талонов, но потом почему-то стали принимать только с талонами. До окончания приема врача многие из талонов не попали на прием. Но спасибо врачу, она осталась после окончания своего рабочего дня и приняла оставшихся бедные, измученные врачи. То есть действительно там все очень сложно. Ну, да, Максим, в амбулаторно-профильмической службе, конечно, тут и не секрет, у нас есть естественный дефицит кадров первичного звена. В нашем районе сейчас 167 тысяч человек. У нас вообще-то штаты, в принципе, вообще всегда даются... Да, официально зарегистрированы. Сейчас мы принимаем вызовы не только прикрепленных нашим гражданам. Мы берем всех москвичей, не прикрепленных, с других регионов, и всем оказываем медицинскую помощь. Тем более, если они тем более с подтвержденным ковидом, они вообще выехать не могут, они находятся на самоизоляции. Но, учитывая, что это штаты, у нас все-таки рассчитаны на прикрепленное население, и все-таки этот, вот я тоже прочитала это в соцсетях, этот комментарий, он был, это во взрослой поликлинике в понедельник. Но во взрослой поликлинике у нас есть дефицит амбулаторно-профильмической службы. Хоть у нас сейчас 24 там терапевта трудятся, но нам не хватает, потому что участков у нас 35. Поэтому у нас 70% комплектовности. Учитывая вот с этой пандемией, это уже пандемия, такое количество нагрузки, конечно, и на врачей на амбулаторное звено очень нагрузка большая, и тем более тоже и на амбулаторном приеме. Да, это был случай как бы в понедельник, но было очень много после выходных, был такой наплыв большой. Но спасибо нашим, конечно, докторам, они не оставляют пациентов, и все равно принимают, потому что... Опять же, наверное, людям стоит как бы с пониманием отнестись к ситуации, потому что, ну, увы. Ну, здесь мы не можем об этом просить, да, потому что мы все-таки, значит, медики, мы должны, тяжело нам не тяжело, все равно должны работать, исходя из своей профессиональной деятельности. Вот, а тем более, что в нынешней ситуации, значит, то, что еще не отменен плановый прием пациентов, да, если там весной мы организовали исключительно выездные бригады, и не было, значит, приемов в поликлинике, это тоже непросто, потому что, когда, значит, открыли плановый прием, мы поняли, то, чтобы поняли, мы получили колоссальную нагрузку, потому что, значит, все равно такие пациенты есть, их много, и у многих есть свои проблемы, которые нужно решать в обычном режиме. И от того, что мы, допустим, сейчас закрыли плановый прием, значит, ну, они, к сожалению, никуда не делись. Поэтому здесь еще такая двойная нагрузка идет. Ну, немножко непросто, тяжелее, конечно, чем в прошлый раз, тем более, что и самих пациентов очень много, больше, чем в прошлый раз было. Ну, мы стараемся. Ну, и, наверное, вот тоже человек, наверное, заинтересован в вашей осведомленности. «Шумицкая Лариса Михайловна, весной возникли проблемы с зубами, прекратили прием и не смогла закончить. Сейчас хочет продолжить лечение и переживает, что снова закроет стоматологию». То есть, вот, на ваш взгляд, как это, возможно такое развитие событий? Ну, наверное, большой вопрос, наверное, не к нам, Максим, да, потому что, значит, стоматология, виднерская стоматология – это отдельная структура. Значит, единственное, что, значит, детская стоматология, детская виднерская стоматология, она располагается у нас в детской поликлинике абсолютно безвозмездно. Мы, значит, они занимают у нас площади, в первую очередь, для удобства наших детишек, наших жителей. Если они пришли в детскую поликлинику, то тут же они могут еще и пойти к детскому стоматологу. Но это, опять-таки, к вопросу о том, как у нас идет плановый прием. Он есть, он не отменен. И поэтому, ну, в ближайшем будущем пока об этом никаких признаков нет, что их будут отменять. Потому что все понимают, что, значит, отменив этот, повторюсь, этот плановый прием, мы никуда не уходим от наших хронических заболеваний. Ну, и от всех вот этих вот проблем. Тоже вопрос задам, который, в принципе, интересует даже лично меня, наверное. Сейчас в последнее время во всех СМИ появляются из различных источников сообщения о том, что там тестируется какая-то прививка от ковида, там возникает новое. Pfizer, если не ошибаюсь, буквально на днях объявил, что 90% успешного испытания, как это называется, третий этап или что-то такое. Вот вы, как специалисты, как относитесь к той мысли, что вот-вот скоро-скоро появится действительно какое-то такое спасение от ковида? Ну, я думаю, наверное, первую очередь, наверное, про прививки в целом, наверное, рассказать, да, Елена Ванитинна? Ну, чтобы жители наши понимали, насколько это серьезно, не только прививки от ковида. Да, вот сейчас вакцинация как бы еще продолжается, мы еще не завершили вакцинацию против гриппа, она тоже, как бы, так скажем, пусть косвенно, но все равно защищает от, потому что и от ковида, и от других респираторных вирусных инфекций. Эта у нас вакцинация будет продолжаться до 1 декабря, вакцина в достаточном количестве поступила, и уже привито более 40 тысяч вообще взрослого населения, то есть, в принципе, очень активно прививается население, вот, поэтому, как бы, мы, жители, не рекомендуем делать ей прививку против гриппа и против еще пневмококковой инфекции, она тоже защищает от пневмонии, от менингитов, от синуситов различных. Да, прививки переносятся достаточно хорошо, спокойно, вот сколько мы делали в эти годы последние, вообще очень активно население делает эти прививки, и по наблюдению таких никаких осложнений не было. Но они, наверное, и сами совершенствуются со временем, правильно? Да. Они становятся технологичнее, они становятся лучше. И вот мы так вот заметили, так вот, наше личное наблюдение, потому что те, которые были привиты от гриппа и от пневмококковой инфекции, они в меньшей степени были подвержены ковидной инфекции. Ну, прививка, конечно, если она появится, мы с удовольствием предоставим полный свободный доступ для наших жителей, вот, когда это произойдет. Ну, Андрей Юрьевич говорил, что это будет порядка января, наверное. Января, да, да, да. Ну, она сейчас уже в кое-какие муниципалитеты поступает, ну, и скоро должна к нам поступить в январе. В январе, ну, как у нас появится, мы сразу будем говорить. Обязательно опубликуем. Ну, здесь у нас появляются и появляются сообщения, причем, вот, вы знаете, что очень приятно, вот, на любом эфире обычно это критика и вопросы. А здесь вопросы и благодарности. Вот еще одна пришла. Спасибо, нашим родителям. Сериковой Антонины, Бутова Парк, Рентген, Семина Марина Олеговна, очень хороший специалист. Вот просто так. Спасибо, да. Спасибо, спасибо за оценку. И вопрос от Галины Николаевны Чекановой. Можно ли сделать МРТ бесплатно? Могу пояснить по этому поводу. Значит, к сожалению, у нас наш аппарат не работал. Там была достаточно серьезная поломка, очень серьезная поломка. И, наверное, уже были разговоры и видеосюжеты, где у нас был выброс гелия, там, порядка трех тонн гелия был выброс. Соответственно, значит, настолько такая серьезная поломка, что, значит, эту деталь, которую нужно было заменить, ее ждали очень долгое время. К счастью, на прошлой неделе, в четверг, прям в точку вопрос, значит, в четверг начались ремонтные работы этого МРТ. Ну, как нам ремонтники обещают, они это сделают там в течение 10 дней, 70 дней. Мы будем надеяться, как только его запустят, то, естественно, по показаниям это будет все бесплатно. Ну, судя по тому, сколько нам поступает вопросов, эфир более чем заинтересовал наших зрителей. Но прежде чем мы продолжим, я бы хотел, чтобы мы посмотрели один сюжет, касающийся, наверное, более развития медицинской инфраструктуры в нашем Ленинском городском округе. Генеральный ремонт здания поликлиники, которой в этом году исполнилось 46 лет, давно ждали не только местные жители, но и руководство Видновской районной клинической больницы. Депутатом Нособлдумы Юрию Липатову о проекте реконструкции в ходе работ рассказал главный врач ВРКБ Бутай Бутаев. Заходишь в большие зоны ожидания, свободные, чтобы было побольше простора. Сходя из этого, мы тоже здесь все пересмотрели. Мы разделили все на зоны. Главная цель всех преобразований – сделать посещение поликлиники более комфортным для жителей. Убрать очереди на первом этаже, сделать больше пространства у кабинетов, установить мягкую мебель и информационные мониторы. Есть и проблемы. По непонятной причине в проект реконструкции не вошла замена лифтов. Мы написали письмо Минздрав. Мы написали это письмо, чтобы нам заменили эти лифты, но это дело сейчас рассматриваем. Юрий Липатов пообещал взять этот вопрос под личный контроль. Пообщался депутат и с представителями подрядчика. Те заверили, что работы ведутся в соответствии с графиком, и поликлиника откроется в середине декабря, как и запланировано. Подрядчик, который здесь работает, фирма «Сибиряк», она работает здесь основательно и не на первом объекте в городе Видное и Ленинском районе. И этот подрядчик себя зарекомендовал очень хорошо. И вновь мы в студии телеканала «Видное ТВ». В прямом эфире мы говорим с главным врачом Видновской районной клинической больницы Бутаевым и заместителем главного врача в РКБ по амбулаторно-поклинической сети Еленой Зинатуриной. И следующий вопрос как раз касается этого сюжета. Его мы снимали больше месяца назад. На каком этапе сейчас находится ремонт Видновской поликлиники, окончание которого все ждут очень сильно? Да, мы очень сильно этого ждем. Мы понимаем, что сейчас вся эта взрослая поликлиника, которая приехала в здание детской поликлиники, это крайне тяжело находиться двум таким большим структурам, подразделениям в одном здании. Поэтому, да, у нас были обращения, мы стараемся очень быстро реагировать на обращения наших жителей, благодаря этому чату «Видное Здоровье» и так далее, где нам указали на то, что надо бы разделить все-таки размещение взрослых и детей. Мы поставили перегородки сразу же все это сделать. Что касается взрослой поликлиники, то начали они работу в августе, раньше на месяц. Мы обещали закончить где-то к концу года, однако, что нам нравится в этом застройщике, подрядчике, то, что они нас слышат. Потому что тогда, когда составлялся план этой поликлиники, то тогда были одни ориентиры. Мы сейчас все-таки стараемся все сделать для наших жителей, чтобы это было на современном уровне. С соблюдением всех новых протоколов и современного расположения помещений и функциональных кабинетов в поликлинике. Поэтому мы практически в корне изменили тот проект, который был изначально. Да, немножко будет небольшая затяжка, однако они работают быстро. Вы, наверное, все увидели, там есть тот же самый фасад, который немножко оляпистый. То есть там работают быстро, активно. Но здесь, помимо этих самых работ, мы еще должны предусмотреть оснащение этой поликлиники. Поэтому одно дело сделать ремонт, другое дело еще и оснастить, и запуститься. Мы будем надеяться, что это будет в начале следующего года, может, в феврале. Ну и спрашивают, естественно, про открытие Южной поликлиники. Как там обстоятельства? Про Южную поликлинику, значит, там, да, у нас эти работы и все идут, там осталось совсем немножко. И, думаю, что все будет хорошо, то 5 декабря мы уже откроемся. Что касается других амбулаторий, то здесь тоже у нас идет своя работа. Значит, ну, как вы уже знаете, что, значит, мы там оснастили тем же самым рентгеном аппаратом развилку, которого ждали несколько лет. Сделали ремонт в этом кабинете. Сейчас там поменяли кровлю. Сейчас там будет вестись косметический ремонт, начинается на следующей неделе. На этой неделе у нас уже начались работы на Володарке амбулатории. И тоже замена кровли, косметический ремонт. То есть стараемся каждую копеечку куда-то применить, чтобы, значит, сделать там довольно комфортные условия для наших жителей, посещая нашу амбулаторию, нашу структуру. Ну, следующие вопросы от жителей. Поступают жалобы, что врачи не приходят на вызов два и более дней. В чем причина? Ну, наверное, я тоже отвечу уже. Вроде бы уже обсуждали. Да, много чего про это сказали. Обсуждали, да. Мы договорились, что будем отвечать на все вопросы, поэтому без всякого отсева, поэтому с удовольствием ответим. Ну, как бы, как я уже сказала, вот уже вызовов много, что мы оказываем помощь не только нашим прикрепленным к нашей поликлинике жителям, а всем неприкрепленным гражданам, всем приезжим, скажем, кто находится на нашей сейчас территории. И вызовов, естественно, очень много. За последние недели-полторы мы их увеличили с ровно два раза. То есть было 700, сейчас их полторы, от 1000 до 1500. Вот на всех этих вызовах участвуют нас 36 по району, 36 врачей, вместе с неотделением неотложной медицинской помощи. Ну, конечно, не хватает, дефицит есть. Для этого количества вызовов нам нужно где-то порядка больше врачей. Так это 40-50 человек, что мы научим. Да, 40-50 человек в среднем. Уже нагрузка в один день. Нагрузка на врачей большая, то есть, ну, достаточно на фельдшеров большая, поэтому идет задержка в обслуживании вызова врача на дом. Только потому что из плановых приемов, так как плановая помощь, мы, как уже говорили дальше, тоже сказал, не закрыта, и мы должны ее сохранить все равно в поликлинике. Поэтому часть у нас терапевтов сидят на плановом приеме, часть идет на вызовы на дом. Кроме этого, мы даже часть узких специалистов сняли на аудиоконсультации, на продлении больничных листов, чтобы уже на уровне телефонного звонка можно было решить именно вопрос по больничным листам. Ну, и снова благодарность терапевту Соловьевой Ларисе Владимировне. Принимают с 7 утра до 6 вечера. Татьяна, спасибо. Спасибо жителям за такую оценку. Так, еще один вопрос. В какой период можно сделать прививку от пневмокока и на какой срок? Пожизненные или нет? Значит, пневмококка, ну, прививочные кабинеты у нас работают ежедневно в поликлиниках. Значит, с утра до 17.00, то есть можно спокойно прийти и сделать. Вакцины есть в наличии. То есть во взрослой поликлинике тоже есть прививочный кабинет, если это жители города Витны. Если это сельские поселения, то в амбулаториях тоже работают прививочные процедурные кабинеты. То есть можно, естественно, вначале желательно все-таки, если в амбулаториях тоже осмотреться у терапевта, а в прививочном нашем здесь кабинете во взрослой поликлинике там фельдшер работает, она сама же смотрит пациентов и сразу делает прививку. Так она пожизненная или нет? Ну, как бы тоже не пожизненная. То есть каждый сезон ее необходимо делать? Ну, ее не каждый сезон, это сезон против гриппа, но эту вакцину тоже надо периодично делать. Нет, не пожизненная. Так, а вот, да, что нужно сделать, чтобы у детей взяли анализы, если у родителей уже два отрицательных, уже переболели? Куда обращаться? То есть, по-моему, несколько непонятно. В детскую поликлинику они разберутся, посмотрят по контакту, какие там сроки, нужно брать, не нужно, уже может и не нужно будет, если уже два отрицательных. Мы увеличили количество операторов в нашем едином колл-центре, все-таки, чтобы не было каких-то недопониманий, когда звонят через другие источники, что запрашивают какую-то информацию, поэтому мы постарались, чтобы у наших колл-центров был такой максимально эффективный. Конечно, они смотрят в программе, когда вы отчитываете дни, там же определенное количество дней надо посчитать, как вам последний положительный Москва. Вопросов огромное количество, но вот надо признать, что эти 40 минут, и для меня, я полагаю, для вас, пролетели просто моментально. Вот, Игорь Гайдарович, у вас, наверное, как у главного врача есть возможность обратиться к жителям Ленинского городского округа со словами, с тем, наверное, что вы хотели бы им сказать по поводу того, чтобы эта ситуация как-то, ну, с их стороны находила понимание. Да, это, безусловно, это очень важный момент и фактор, то, что не зря говорится о том, чтобы все соблюдали, значит, все меры предосторожности заболевания в ковиде, в частности, относительно надо будет маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Соответственно, если есть какие-то признаки заболевания, какие-то симптомы, обязательно обращаться, не заниматься самолечением. К счастью, у нас есть сейчас возможность такая во время вызова на дом и так далее, и довозить, значит, и препараты, которые необходимы. Поэтому огромная к вам просьба, соблюдайте все эти меры предосторожности, всем крепкого-крепкого здоровья, счастья, благополучия, ну, если что, мы рядом. Ну что ж, хочется пожелать, на самом деле, того же и вам, и врачам, которые трудятся на благо наших жителей. А я напомню, что мы беседовали с главным врачом Винновско-районной клинической больницы Бутаем Бутаевым и заместителем главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Еленой Зинатулиной. Берегите себя и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова